МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА РУДИЯ ПЯТЁРКА! Я Леонид Лимович, и у нас 11-й сезон нашей уникальной телевизионной викторины для школьников, которую поддерживает, поддерживает и поддерживает телерадиокомпания Гомель и Гомельский областполком. Застоим низкий поклон. Отшумели торжества начала учебного года, отзвенели звонки. Мы вошли в рабочую колею. Сентябрь. Ну, а пока мы входили в рабочую колею, я, пользуясь служебным положением, решил все-таки сделать реверанс в сторону нашего главного предприятия, которое штампует людей с дополнительным образованием, нашего областного дворца творчества, детей и молодежи, который, кстати, в этом году попал на республиканскую доску почета. Мы играем сегодня дворец. Вперед! И представители двух отделов нашего замечательного дворца здесь. Слева от меня, справа от вас, на синей половине студии, команда «Акулы-Пера». Это наши журналисты. Будущее! Капитаном у них Вячеслав Деркачев, ну, а руководителем мы говорим чуть попозже. Справа от меня, слева от вас, на красной половине студии, за красным квадратом, у нас команда Влада Романовича. Это наши айтишники, эти наши компьютерщики, это наш отдел программирования. У них разные руководители, но все они одержимы одной мечтой – стать крутыми программистами, но, может, в будущем хакеры. Белорусские хакеры, справа от меня. Начнем с блеф игры, как у нас, собственно, и положено. Да, нет-ка. И первый вопрос к Вячеславу. Слава, кто у вас хочет отвечать «да» или «нет»? На блеф игру я хочу вызвать самого себя. Хорошо, вызывайте пока, вызывайте, ждите ответа. Влад Романович, кто у вас, вот, да, потрясающей интуицией? Говорят, в айти это тоже полезно. У нас очень хорошая интуиция, у Софьи. Она и пойдет на эту игру. Прекрасно. Итак, слава против Сони. Вперед! Итак, наша блеф игра – самое простое задание. Услышать вопрос, нажать на кнопку и сказать «да» или «нет». Итак, проверим степень доверчивости наших журналистов и наших компьютерщиков. Поехали. Верите ли вы, что слово «дворец» в русском языке произошло как уменьшительное от слова «двор». Фальстарт, фальстарт у вас, Вячеслав, вы поняли меня. Да. Софья, можете отвечать? Нет. Что «нет»? Не будете отвечать? Буду отвечать. Ну, не верите? Не верю. Не верите. А на самом деле это так. Двор – это большой двор, а вот какая-то часть двора, на котором стоит княжевский замок или терем – это и есть дворец. Так и повелось. Играем. Верите ли вы, что IT в переводе – это интеллектуальные технологии? Да или нет? Да. Да. Никому не рассказывайте. IT – это information technology. Информационные технологии. Теперь вы это знаете. Играем. Верите ли вы, что журналистов еще так фамильярд называют «пираньями пера»? Нет, это не так. А как называют? Честно говоря, ответил интуитивно. Акулы пера, акулы пера – так же называется ваш команд. Не забывайте. Верите ли вы, что Белое море находится в России? Вячеслав? Нет, это не так. Как не так? А где же оно находится? В России. В России. Ну, а что же вы не верите? Верите ли вы, что царь Дадон – это герой сказки о мертвой царевне? Нет. Софья? Да. Верю. Так веришь? Верю. Веришь. И где же там царь Дадон? Понятно. Царь там безымянный, только королевич Елисей по свету скачет. Какие-то недоверчивые попались. Ребятки, 5-0 после блеф игры с таким счетом мы еще никогда не уходили. 5-0 впереди журналисты. Вперед! Итак, дуэль-игра, 5 тем, 5 боев, 5 поединков лицом к лицу. Прослушайте, пожалуйста, тему боев. Первый бой начнем с азов. Все слова на буква. Второй бой – компьютерная азбука в загадках. Трепещите. На третьем бою будут трепетать наши хакеры, потому что тема будет средство массовой информации. Журналисты уже заранее улыбаются, заранее смакуют победу. Четвертый бой – общее слово. Что это такое, мы узнаем по ходу. И пятый бой – цветной мир. Все краски мира. У вас 5 секунд, чтобы решить, кто окует. И вы на себя готовы взять. 5 секунд истекли. Да, айтишники наши, хакеры, справились быстрее. Ну, у них же быстрое промышление – это самое главное. Журналисты еще отделывают свои абзацы и статьи. Итак, внимание. Начнем с азов. Первый бой. Все ответы на букву А. Вячеслав, кто у вас знает весь словарь на букву А? Истинного знатока. Я выдвигаю Валерию. Лера, готовьтесь. Влад, у вас? У нас хорошо знают слова на букву А Кирилл. Итак, Лера против Кирилла. Вперед! Кирилл! Так называлась буква А в кириллической азбуке. Как же она называлась? Прошу. А. А, понятно. Хорошая версия. Может быть, Лера помнит? Нет. Славянская азбука начиналась с буквы АЗ. Поэтому мы начинаем с азов. На этом континенте живут кенгуру. Австралия. Австралия – это правильный ответ. Лера, что? Когда сушеный он, то ее по счету называют курага. А на дереве, когда висит он, фальстарт. Прекрасно? Абрикос. Абрикос, конечно же. Отлично. И Кирилл приносит первые пятачки в своей команде. Играем. Для обеспечения сетевых подключений используется сетевой он. Опа. Или вы это уже давно прошли и забыли. Лера, может, вы помните? На букву А. Про сетевой адаптер что-нибудь слышали? Слышали. Но давно играем. Теперь вы это знаете. Теперь к журналистам. Он создатель текста. В журналистике есть они штатные, и есть они внештатные. Автор? Конечно. Итак, 15-5 после первого боя. Начали мы с АЗОВ. Начали совсем неплохо. Следующий бой. Вперед! Второй бой. Ну, просто лафа для наших белорусских хакеров. Компьютерная азбука в загадках. Я вот очень боюсь, что слишком просто для вас будет, потому что вы явно настроены на что-то суперсложное. Итак, начнем мы все-таки с журналистов. Слава, кто у вас рифмует и соображает в загадочках? Раньше занимаюсь в компьютерной школе. Я думаю, что у меня хватит сил сейчас выйти и ответить на вопросы. Хорошо. Слава, ждем. Влад, у вас что? У нас хорошо умеет отгадывать загадки Андрей. Он и пойдет. Хорошо. Итак, слова против Андрея. Вперед! Буква А. В тексте, чтобы меня создать, нужно... Enter. У вас фальстарт нажимать... Ну? Ответ абзац. Абзац, это правильный ответ. В. Буква В. Вася. Самый страшный враг ПК к нам проник издалека. В. Вирус. Да, он не только... Есть компьютерные вирусы, есть страшные человеческие вирусы, которые нас грызут уже который месяц. Буква Е. Ну или Э. Если в школу я иду, у меня домен... Три буквы. На букву Е начинаются. Эду. Эду или еду. Абсолютно правильно. Блестящий. Буква И. На вопрос ответа нет. Запросите. Интернет. Это правильный ответ. Немножко Андрей проигрывает по скорости. И заканчиваем. Буква Я. В проводник не нужно лезть, если на столе он есть. Буква Я. Ярлык. Блеск. Вот так вот, вот так вот. На простые компьютерные загадки лучше отвечали журналисты. И я с рыданием отпускаю нашего капитана Акулпера, нашего Вячеслава, потому что свои два выхода он отработал. Отработал, можно сказать, блестяще, потому что еще 35-10. Мы играем следующий бой. Вперед! Ну, догадываюсь, если в компьютерных загадках сильнее оказались журналисты, то средства массовой информации лучше знают наши белорусские хакеры. Вот я с трепетом обращаюсь к Славе. Слава, вы свое уже отыграли. В бой идут одни девчонки. Средства массовой информации кто? Истинного знатока средств массовой информации я хочу отправить Марию. Марию, Машенька, готовьтесь. А у нас, ну, я думаю, что пойду я. Маша против Влада. Вперед! Итак, внимание, я вам называю издание, вы мне называете страну. СБ, Беларусь сегодня. Фальстарт. Ну? Беларусь. Беларусь, конечно, это наше главное белорусское видео. Нью-Йорк Таймс. Прошу. Нью-Йорк. А страна? США. США, конечно, господи. Ле Фигаро. Фальстарт теперь у вас. И у Марии есть шанс. Франция. Франция, конечно. Сейчас посложнее. Жэйминь, жэбао. Франция. Франция. Влад. Италия. Италия. Это китайская известная газета. Известнейшая, кстати. Играем. И заканчиваем тему. Аргументы и... И фальстарты. И факты. Прошу вас, Влад. Есть такая страна большая? Это российская? Российская, конечно. Издание выходит и у вас, но издание российское. Великолепно отработал наш Влад, наш капитан белорусских хакеров. 40-25 приблизились. У Маши характер. Маша реагирует на события даже раньше, чем оно происходит. Так и положено журналисту. Следующий бой нас играем. Итак, следующий бой. Общее слово. Ну, например, девица, яблоко, солнышко. Какое? Красное. О, великолепно. Итак, общее слово. Кто у нас чувствует русский язык и будет играть со мной слова? Слова. Истинного филолога общего слова я хочу выдвинуть Екатерину. Катя, вас выдвинули. Оправдайте доверие. Влад, у вас? Нас отлично знает русский язык Леша. Итак, Катя против Леши. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Поехали. Внимание. Итак, извините. Дурак, год, отличник. Какой? Школа. Школа. Какой школа? Немножко так по-грузински. Какой школа? Школа какой? Все нормально. Катя. Дурак, год, отличник. Какой? Подходит слово ко всем. Високосный дурак, високосный отличник и високосный год. Круглый, конечно, но уже поздно вы сдали свой ответ. Итак, круглый. Вот Олеся принцип поняла, она уже готова заменить, но, к сожалению, у нас с заменой невозможной. Играем. Газетная, уголовная, научная. Она? Ответственность. Ответственность. Газетная ответственность. Нет, научная ответственность не лезет. Может, Катя? Что вы пишете, собственно? Статья. Все, там подсказка прошла. Да, капитан не выдержал. Нельзя. Статья, статья. Играем. Сейчас вообще просто. Бермудский, любовный, прямоугольный. Да. Треугольный. Ну, наконец-то. Продолжаем. Сок, веник, лес. Ну. Природа. Природа. То есть слово должно ко всем трем подходить. Не въехал пока. Может, Катя чуть-чуть догадается. А Лестя с своим хроническим темпераментом никак не может справиться. Сок березовый, веник березовый, лес березовый. Ну, что такое березовый веник? Нынешняя маля уже не знает. Она в баню не ходит. Играем. Компьютерщики, внимание. Тормозной, оптический, жесткий. Он. Диск. Диск. Ждал ответа отсюда. А прилетел он слева от акул пера. Браво. Катя. Счет равный практически. Поделить пополам. 50-25. Журналисты впереди. Следующего вперед. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Цветной мир. Цветной мир. Все краски мира. Вопросы и ответы связаны с цветом, с красками и со всем остальным. Кто готов расцветить нашу игру великолепными ответами? Расцветить нашу игру великолепными ответами я бы хотел, чтобы это сделала Олеся. Олесенька, хорошо, мы в вас верим. Влад, кто у вас цветной такой хороший? У нас отлично знает цвет Софья. Софья. Итак, Олеся против Софьи. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Этот цвет в Древней Руси был символом красоты. Красный? Красный, конечно. Красная девица, красная солнышко и так далее. Продолжаем. Прессу, которая зарабатывает на сенсациях и скандалах, обычно называют так. Такой прессой фальстарт у вас. Софья, я рыдаю вместе с вами. Желтый. Желтый, есть такая пресса, играем. Это открытый стандарт беспроводной связи, переводят как синий зуб. Синий? Нет, ну переводят, синий зуб. Блютус. Блютус, это правильный ответ, хорошо. По поверьям, кровь у этой лесной нечисти синяя. Русалка. Русалка, где же она лесная нечисть? Прошу. Незнакома ни с кем. Нет. Ну, скажи, хоть кого-то. Незнакома со мной. Хорошо, итак, это леший на самом деле. Кто еще нечистый в лесу ходит, это леший, играем. Теперь вы это знаете. В лесу вышли, кровь порезали, синяя, значит леший. Красная, значит русалка. Все в порядке, играем. Этот крайний в спектре цвет. В сленге символ безразличия. Да, какой? Фиолетовый. Фиолетовый, а почему? Как ты говоришь? Не знаю. А вот мне все фиолетово. И это правильный ответ, браво. 55-35. Ну, немножко сдвинулась в пользу наших белорусских хакеров игра. Следующий бой у нас тест-игра, вперед. Тест-игра я выбрал совсем-совсем простую. Ну, не знать просто нельзя, потому что в школе вы все учили сказки Пушкина. Ну, помните, жил старик со своей старухой у самого синего моря. Приплыла к нему рыбка, спросила, нужна ли тебе новая старуха старче. Ей поклону, дальше было интереснее. Итак, кто у вас готов отвечать на вопрос с вариантами про сказки Пушкина? На вопрос с вариантами я бы хотел, чтобы ответила Екатерина. Екатерина, великолепно. Влад, у вас... У нас Андрей хочет пойти на тест. На тест, хорошо. Катя против Андрея, вперед. Итак, наше скоростное централизованное тестирование. Вопрос, три варианта. Ответы просто называете буквы, либо, если запомните, можете назвать слово. Итак, начнем. Помните сказку о царе Салтане? Так вот, сына царя Салтана звали. А. Иван. Б. Елисей. С. Гвидон. Варианты? Можно еще раз варяем? Не. А. Б. С. Раз, два, три. А вот что хотел ответить наш Андрей? Гвидон. Гвидон, конечно. Ну, чего же было кнопку-то жать? Играем. Второе желание старухи из сказки о рыбаке и рыбке – это А. Корыто, Б. Изба, С. Дворянство. Прошу. Изба. Изба. Прекрасно. Плюс 10 очков, потому что цена у нас растет. Играем. В стихах Пушкина про лукоморье. Помните, у лукоморья дуб зеленый. Так вот, волк там такой. А. Серый, Б. Бурый, С. Сивый. Ну? Серый. Нет, серый было бы слишком просто. Сивый. Сивый. Нет, сивый – это в белорусской песне «Конь бежит» и на им была бела грыва. А вось А. В темнице там царевна тужит, и бурый волки верно служат. Читайте Пушкина. Четвертый вопрос. Балда, мужичок, нанимался работать А. К царю, Б. К попу, и С. К чертям. К попу. К попу, все элементарно, конечно. Оп, толоконный лоб. Плюс 10. И вот есть такая литературная легенда. Рассказываю, что Пушкин подарил Ержову сюжет сказки. А. Золотой катушок. Б. Конек-горбунок. И С. Гуси-лебеди. Конек-горбунок. Конек-горбунок, да, есть такая легенда. Вы абсолютно правы. И счет у нас 75-45. Акулы-пиранаши бьют хвостом, щелкают зубами и рвутся к победе. Но белорусские хакеры же ввели в действие свой секретный план Б. И все будет в конце концов в их пользу. Наша электронная система сработает так, как надо им. Тем более у нас сейчас слайд-игра. Игра с картинками. Вперед! Слава, кто обретет бессмертную славу, играя нашу слайд-игру? Слайд-игру, мне кажется, будет играть Мария. Маша, внимание. На слайд-игру пойду я. Итак, Маша против Влада. Вперед! Тут вам супер повезло. Ничего жать не нужно. Ручки можно даже убрать. Смотрим на экран. Я машу своей волшебной палочкой. Мы начинаем... Волшебной указочкой. Мы начинаем с выигрывающей пока стороны. Раз у нас игра про дворец творчества детей и молодежи, тема будет знаменитые дворцы. Но я показываю вам дворец с помощью нашего супер-волшебного экрана. Вы называете, в каком городе находится этот дворец. Получаете 10 очков, если что. Если вы сможете назвать этот дворец еще, получаете еще 5 очков. Если нет, все счастье будет у вашего соперника. Вот так. Итак, внимание. Маша, начнем с первого дворца. Город? Минск. Это плюс 10 очков. Может, назовете дворец? Дворец республики. Дворец республики. Это неправильный ответ. Есть шанс заработать 5 очков у Влада? Я не знаю. Не знаете? Это дворец независимости. На всякий случай, где проходят всякие официальные приемы, где работает наш президент. Теперь вы это знаете. Играем с Владом. Ваш дворец. Это Санкт-Петербург. Прекрасно. Может, назовете дворец? Ну. На дворцовой площади. Нет? Три, две, одна. Маша. Зимний. Зимний дворец. Плюс 10 Владу. Плюс 5 Маши. Маша на подборе сработала. Играем с Машей. Что же за дворец такой? Что же за город такой? Диснейленд. Диснейленд и ничего подобного. Может, шанс читал сказки детские. Город назовите. Какой город? Влад. Неужели не узнали? Туда трудные дороги идут. Из желтого кирпича. Мы в город Изумрудный пришли дорогой трудной. Дворец волшебника страны Оз. Или дворец великого и ужасного Гудвина. Итак, Влад, играем с вами. В каком городе? Ну. Это Диснейленд. Я понимаю, что Диснейленд. Пять очков запишите. Дворец Золушки в Диснейленде. Город. Понятно? Ну, пять очков может заработать Маша. Париж. В Париже в том числе. Есть Диснейленд, есть во Флориде, есть в Китае. Ну, парижский Диснейленд к нам ближе. И Маша пять очков на нем заработала. Маша, играем с вами. Пекин. Пекин. Прекрасно. Плюс 10. А может, скажете, что за дворец? Не будете добавлять? Это запрещенный дворец. Отлично. Скажем так, запретный город, запретный дворец. Браво! Великолепное. Нередовое знание. Плюс пять очков нашему замечательному Владу. Влад, я с надеждой припровождаю вас. Это Лондон. Лондон, Лондон, yes. Ну, а дворец королева выезжает. Может, назовете? Елизавета королева? Не, понимаю, не. Королева-то Елизавета. А вот дворец как называется? Называется? Не, понятно. Маша? Витингемский. Витингемский, не могу принять, Букингемский дворец. Вот теперь вы это помните. Все, играем дальше. Маша? Тишина. Гомель. Гомель? А дворец? Румянцев и Паскевич. Конечно, плюс пятнадцать очков. Я могу намекнуть вам, что это дворец такой одной звездной пары. Поселок Глинка. Глинка? Понятно, уже мимо. Увы, 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 это поселок Грязи и дворец Аллы Пугачевой и Галкина. Играем с Машей. Лувр. Это Лувр. Пять очков заработали. Город? Париж. Павли? Уи. Пятнадцать очков. Влад? Это... Город? Это город Гомель. Ну и? Дом творчества детей и молодежи. Дворец творчества детей и молодежи. Отлично. О котором, собственно, мы сегодня и разговаривали столько раз. 135, 90. Отлично. Маша, как говорят, респект и уважуха. Давно говорили. Хакеры. Я в вас верю. И так, особенно Влад блестящий. Несколько раз на такие красивые ответы давал. И так, отлично сыграли Маша с Владом. И у нас решающая игра. Риск игра. Вперед! Итак, внимание. Риск игра. Самый сильный, самый умный, самый реактивный и самый, по-хорошему, нахальный игрок. Кто это? Валерия. Лера, мы в вас верим. Да, вот нахальство как-то не замечает. Все-таки интеллигентное такое все. Влад, кого? А у нас рисковать любит Кирилл. Кирилл, да, рисковый мужик. Итак, Лера против Кирилла. Вперед! Повторяем все темы нашей игры дуэльной. Начнем с Азов. Ответ. Лера, на букву А. Кирилл, на букву А. Эта наука вся обращена к звездному небу. Астрономия. Это правильный ответ. 135-110. Лера. Компьютерная азбука в загадках. В сети защиту он ломает. И без пароля проникает. Хакер. Это хакер, сказала Копера-хакера. 155-110. Играем. Средства массовой информации. Дэо Шпигель. Да. Да. А Тюрлик? Это Франция. Франция? Минус 20 очков. Лера, будете. Германия. Это Германия, конечно. Я-я-я, Тюрлик. 20 очей. Играем. Общее слово. Звонок. Герой. Шанс. Какой? У вас он. Последний. Последний. Отлично. Вернуется. Стави-5. И решающий вопрос. Цветной мир. Когда достижения другого человека заставляют расти самого завистника, это такая зависть. Какая? Ну, бывает зависть. Черная. Ух, ненавижу, убью. А бывает, ух, классно. Какая? Черная. Черная. Ну, черная тогда со злобой. Когда вот смотришь и потихо-тихо-тихо, все, уже поднимаешься. Какая это зависть? Светлая. Ну, добрая. Добрая. Увы, это белая зависть. Итак, 155-110. Акулы-пера в упорном бою победили наших белорусских хакеров. Следующая наша игра будет художественной, высокохудожественной. Наши художники и наши певцы и музыканты. Ждем следующий урок, но самое главное, не забываем, что доп. образование – это доп. образование, а самая главная – школа, поэтому смотрим пятерку. Получаем десятки. Играем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова